Гумиста 30 лет спустя. Сегодня, 16 марта, воды реки все так же холодны и неспокойны, как в тот сложнейший мартовский день. Тогда здесь происходили тяжелейшие события для нашей страны. Март для Абхазии – месяц сложный, месяц памяти. Мартовская операция вошла в новейшую историю Абхазии как одно из самых тяжелейших событий. Что же стало причиной неудач и потерь тогда? Вперед за Родину! Победа за нами! Вперед за Родину! Победа будет за нами! Встретимся в освобожденном Сухуми! Уверенно выкрикивали военнослужащие абхазской армии перед тем, как шли в наступление. Вот такой положительный и духовно сильный настрой был у абхазских бойцов 13 марта 1993 года. Они ни на секунду не сомневались, что победа обязательно будет за ними. Конечно, каждый знал, что может погибнуть, но о таком количестве убитых, раненых и без вести пропавших никто не мог и подумать. Руководство и Министерство обороны Абхазии исчерпало любые попытки остановить боевые действия с помощью переговоров. Тогдашний президент Грузии Эдуард Шеварнадзе отказывался выводить войска с территории нашей страны. Шли непрекращающиеся обстрелы. После неудачной попытки вновь захватить Гагарский район, грузины направили все свои силы на столицу, собрали технику людей и перебросили их на Гумистинский фронт. Это все привело к тому, что в середине марта абхазские военнослужащие готовились к важной операции, которая вошла в историю как мартовское наступление. Перед абхазской армией стояла задача освободить территорию в Нижней Шире и при поддержке с воздуха и моря прорвать первый оборонительный рубеж противника. Развивая дальнейшее наступление по освобождению столицы. В ночь с 15 на 16 марта абхазские военнослужащие начали операцию по освобождению столицы. Все переживали и, конечно, ждали хороших новостей. В час ночи абхазские воины начали переходить Гумистой и овладевать стратегически важными высотами близ Сухома. Но уже примерно к обеду 16 марта всем стало тревожно. Испортилась погода, пошел снег, дождь, а холодная Гумиста стала выходить из берегов, что затруднило бойцам переход на другую сторону реки. Положение усложнило и то, что наши бойцы вовремя не получили подкрепление и попали в окружение. Таким образом, удачно начавшееся наступление закончилось трагически. Добрый день. В эфире Абхазское телевидение. Передаем предварительную информацию Министерству обороны Республики Абхазия. Вчера, 16 марта, в окрестностях Сухома шли ожесточенные бои наших подразделений, контр-атаковавших противника накануне. Они продолжались до глубокой ночи 17 марта. Сопротивление грузинских войск сопровождается неоправданными жертвами как с обеих противоборствующих сторон, так и мирного населения. Во избежание полного разрушения города Сухом, несмотря на благоприятные с военной точки зрения позиции занятых плацтармов на обеих флангах фронта, командование Вооруженных сил Республики Абхазия отказалось от дальнейшего развития наступления абхазской армии на город Сухом. В результате боевых действий в течение прошедших суток обе стороны понесли потери. Противник также потерял до 6 единиц бронетехники. Подразделения абхазской армии, занимавшие плацтарм на левом берегу реки Гумиста, отводятся на исходные оборонительные рубежи левого берега. Напоминаем телезрителям, что это была предварительная информация Министерства обороны Республики Абхазия. Местность, где проходили боевые действия, была достаточно открытой. Те, кому удалось вернуться с поля боя, вспоминают, что они пробыли в ледяной воде 3 дня, так как практически каждый из них был под вражеским прицелом. Тогда погибли более 200 бойцов абхазской армии. Несколько сотен получили ранения, более 20 пропали без вести. Мы в реку начали форсировать, они уже начали нас обстреливать. Обстреливать вот это, в химзащите, а что за дзенталы начали тонуть, мы сняли и пошли дальше. И дальше с боем мы прошли. Ну, до дороги дошли, вот где там плиты вот эти мраморные лежат. Дошли и пошли. Вы пошли на заправки дошли? Да, вот это по Рео Старе, Рео Холос, по дороге и на зеркало вышли. И пошли по Чадарской дороге, дошли сверху, где этот, где этот, в них не памятник. У нас тоже раненый был в носилке. Мы его в доме оставили, дедзаре авто. Да, он раненый был, тяжело, обниму. Я тоже там чуть-чуть, вот, в контузию получил. И прошли туда, и мы засаду попали, вот где, вот это, в 8-й полках, там они ждали нас. Они ждали нас. Там была перестрелка, в окружение попали, дармавый Игорь, благодаря его мы оттуда вышли. По авто переносили, там поле бьет на очередь со всех сторон строчили нас. Ну, мы не могли его оставить, ну, мертвые, ну, можно оставить потом обмен, азб. Все туда, ну, же, они его добьют и будут издеваться. Мы его, ну, тахарьки, азб. Мы его забили, но все равно он умер. У нас техники, это, прихода против техники, что мы не делаем. Я, что мы в силах, а живую силу мы и так не пропускали. Так, перекись идет. Черт, кто-нибудь, да, там, чего-то причина весь. Ау, слишком вас есть много, я уже боюсь, корчел. Что у тебя за нога? Нога, нога. Нога? Перерезана? Так. Аш, шутила? Аш, шутила? Так. Сейчас болит. Там же вода холодная. Примеры героизма были? Были, были. Примеры героизма были среди нас. Пацаны по 16, по 17 лет. Ромочка у нас был тут, Русик Арестава, Русик Дзябшба. Они по три раза переходили. Кейноборцы. По три раза переходили раненых в этаж. Они уже больше не могли. Силы не было. Силы у нас тоже не было. Но девочки задний ход не давали. Молодые ребята, молодые пацаны. Мика Дзябшба, Кисик, Адлиба, Одиссей, Цихич Банури, Макс, Цкуя. Кто заменит этих ребят? А эти молодые ребята, которые должны были жить, у них все было впереди. Но они положили голову за свою Абхазию. Вот ребята есть на самом деле. Они хотя и раненые были. Вот, например, Дзябшба, Роландик, он раненый был. Его, он своего младшего брата потерял в бою. Когда мы его увозили, он говорит, девочки, ради бога, берегите себя, и берегите ребят. Человек раненый был. Он не смотрел на свою боль, на свою рану. Он думал о тех ребят, которые вот там находились. А есть такие бойцы, которые вытащили раненых друзей? Не остались, например. Русик арестовал, ему 16 лет. Вот он вытаскивал сколько? Три раза мальчик залез в воду, три раза, и вытащил своего дядю. Ребят, он даже, не имеет значения, дядя там, еще кто-то, не имеет значения. Он вытаскивал ребят три раза. Руслан вытаскивал раненых, помогал нам здесь на позиции постоянно. И раненых перетаскивал. Как вспоминает секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба, тогда возлагались большие надежды на успех мартовской операции, которая была неплохо подготовлена. Надежды были большие, конечно, на успех этой операции. В январе месяце у нас была неудачная там наступательная операция. Она не такого масштаба была, как в марте месяце, но была тоже неблагополучно завершена для нас. И мы, казалось, извлекли опыт из того, что произошло тогда. И мне кажется, все-таки, что сама операция, она подготовлена была неплохо. Но исполнена была она недостаточно успешно и хорошо. Но здесь можно понять, конечно, любая армия, она формируется в процессе войны, приобретение боевого опыта, необходима для успешных боевых операций. Этого было недостаточно, конечно. Поэтому подготовка военного состава и особенно командиров была недостаточна для того, чтобы осуществить такую масштабную операцию в это время. После мартовского наступления самым тяжелым для родственников погибших стало то, что грузинское руководство категорически отказывалось выдать тела погибших. Велись переговоры. Самый главный вопрос, сегодня волнующий всех, выдача воюющим сторонам тел погибших солдат. Он стал проблемой. Хустан Хашик встретился буквально перед эфиром с исполняющим обязанности министра внутренних дел республики Александром Анквабом, пояснившим суть возникших трудностей. После последней нашей встречи, что изменилось в решении вопроса эвакуации погибших бойцов из Сухума? Что проделано, на какой стадии сегодня? И вообще хотелось, чтобы вы рассказали телезрителям в течение прошедших суток, с кем вам приходилось общаться, с кем обсуждать этот вопрос и к чему вы пришли сегодня. Ну, телезрителям известно о наших договоренностях по прекращению огня с одной единственной целью суметь за короткое время подобрать тела убитых людей, которые лежали в зоне обстрела. Ну, скажу, что в какой-то части эту работу мы сумели провести. И вроде удалось достигнуть общего согласия, но час за часом абхазской стороне стали докладывать, что время выдачи тел меняется. И, по сути дела, мы целый день потеряли в этих переговорах, не конкретно не решив данную проблему. С кем мы связывались, скажу конкретно. Мы говорили с заместительным премьером Александром Кавсадзе в Тбилиси, с заместительным председателем информационно-разведывательной службы Республики Грузия, автандилом ее селяне. С Сухуми я говорил несколько раз с бригадным генералом Датуашвили. Представители Министерства обороны по своей линии разговаривали с теми лицами, которые занимались организацией этого дела там. То есть недостатка в разговорах не было. Но мы замечали, к сожалению, то, что как-то умело и неумело этот процесс потихоньку затягивается. Мы, конечно, к сожалению, находимся в этом вопросе в роли просителя. И кроме того, как проявлять терпение и выдержку, мы ничего не могли делать. Вот то, что на сегодня есть. В ходе этих бесед грузинская сторона выдвигала какие-либо требования в обмен на выдачу трубок? Да, это существенный вопрос, потому что разных разговоров много. От самых небылиц до, в принципе, конкретных якобы требований. Но на официальном уровне, с кем бы мы ни говорили, и я, и представители Министерства обороны, никаких требований в обмен на возвращение тела убитых наших бойцов не выдвигалось. На сегодняшний час. Ну, насколько мы знаем, эвакуация погибших из зоны боевых действий уже завершена. Затягивается вопрос выдачи их в Удауту. Почему? С какой целью? Вот как, чтобы здесь люди, те же родители, близкие, родственники, чтобы поняли, почему это делается? С какой целью? Ну, я бы сказал, что эвакуация не со всех мест завершена. Визуально на той стороне есть два места, где еще лежат тела наших ребят. Но грузинская страна говорит о том, что там мины, и они не могут туда подойти, или же с нашей стороны идет обстрел. Ну, это, конечно, повод тоже для того, чтобы лишнее время потратить на этот процесс. К нам в студию пришел полковник Виктор Кокали, который сегодня вернулся из Сухума, где вел переговоры по поводу обмена трупов. Скажите, пожалуйста, какая информация на этот момент? К сожалению, переговоры не состоялись ввиду отказа грузинских представителей прибыть в аэропорт. Вот. Вчера была договоренность о том, что мы прибываем и в аэропорту обговариваем детали передачи тел погибших наших товарищей. К сожалению, мы задержались с вылетом и попросили их несколько перенести эту встречу. Однако по прибытии в Сухуми грузинская сторона прислала некомпетентных товарищей, которые сказали, что мы ждать не можем, и убыли. Вот. Я вынужден был передать бригадному генералу грузинскому, что мы будем выходить по радио. И в течение целого дня все попытки связаться с руководством грузинской стороны ни к чему не привели. Предварительно разговор состоялся только такой, что мы примем все меры к тому, чтобы выдать тела погибших. Однако я считаю, что все это делается с целью затянуть сам процесс выдачи тел погибших. Вот затягивая этот процесс, как вы считаете, на что рассчитывает все-таки грузинское руководство? На что оно рассчитывает здесь у нас в Гудаузском районе? Я думаю, что это направлено, это одна из ветвей идеологической войны, сломить дух нашего народа. Сломить дух и заставить народ пойти на руководство республики, на штаб, что они не принимают соответствующих мер. И вызвать волну взрыва в республике. Однако я глубоко убежден, что это все недостойное поведение противоположной стороны. Все республики Абхазия более недели ведут переговоры с грузинской стороной на предмет выдачи тел погибших 15-16 марта военнослужащих вооруженных сил республики Абхазия. Несмотря на принципиальное согласие на выдачу тел погибших, данное грузинской стороной во время официальных переговоров в Сухуме, по вине руководства Грузии соглашение реализовать не удается. Грузинская сторона, прибегая к различным уловкам, всячески оттягивает передачу тел погибших, а на последней встрече с Абхазской стороной предъявила последний ряд заведомо невыполнимых условий. Фактический отказ от принятого соглашения еще раз свидетельствует обеспеченном и крайне неуважительном отношении военного и политического руководства Грузии к элементарным правам человека и нормам человеческой морали, ибо лишение родственников погибших, возможности оказать последние почести своим близким, есть проявление нечеловечности и аморальности. Пресс-служба Верховного Совета Республики Абхазия заявляет отличительный протест к грузинской стороне и напоминает, что подобные необдуманные действия ставят под удар местное грузинское население, жизнь которого, по вине горе-лидеров, может оказаться в опасности. Главными причинами происходящего стало то, что грузины хотели вызвать раздор между родителями и руководством Абхазии. Родственники погибших негодовали. Возникло много вопросов, ведь они знали, что операция была четко спланирована, но все же потерпела неудачу. На большом митинге в Гудауте, в Доме культуры, собрались родные и близкие погибших воинов. Возникло много вопросов, но все же потерпели. Возникло много вопросов, но все же потерпели. Попросил слово, Сергей Сюжба. Попросил слово, Сергей Сюжба. Вот я записку получил, и он просит слово. И ему дадим слово. Не менее сложные были последствия этого, когда отчаяние такое наступило, большие жертвы. Были многие, кого они не смогли вынести из боя, оставались на оккупированной противником территории люди, и родственники, и их друзья боевые. Конечно, были очень сильно этой ситуацией озабочены, и это все выливалось в такое эмоциональное настроение в обществе. И в генеральном штабе нашим приходилось объясняться, и в конечном итоге было принято решение собрать общественность в Доме культуры в Гудаутах. И мне поручили основную роль в этом непростом общении с народом выполнять. Введение этого мероприятия было поручено Беслану Кубахе. Мы там выбрали наиболее авторитетных людей в обществе для того, чтобы в особенности с родителями погибших и оставшихся невынесенными из поля боев. Но посеять раздор не удалось. Эта встреча еще больше сплотила абхазский народ. В историю вошло выступление одной из матерей, Щушаны Хецея, которая сказала, что тела абхазских воинов находятся в абхазской земле, за которую они отдали жизни. Беслану Кубахе 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 Субтитры делал DimaTorzok Более недели шли переговоры с руководством Грузии. Однако тела погибших абхазской стороне они так и не выдали. Как выяснилось позже, погибших и даже раненых захоронили в районе республиканской больницы. Несмотря на то, что мартовское наступление оценивалось как неудачное, грузинская сторона понесла немалые потери. Более 300 убитых и тысячи раненых. Это посеяло страх и панику среди противника. На войне, как на войне, не всегда бывают только одни поведы. Бывают и поражения, бывают и неудачные наступления. Но, несмотря на наши большие потери, надо это отметить, противнику нанесен еще больший, я бы сказал, огромный урон. Более 300 убитых, более тысячи раненых. И по данным радиоперехватов мы хорошо знаем о том, какую панику вызвало наше наступление и какое бегство происходило из Сухуми в первый день и первый, второй день нашего наступления. Большую поддержку тогда оказывали добровольцы и конфедерация горских народов Кавказа. Мы мерили свою судьбу, свою жизнь высшими человеческими ценностями. И поэтому тот траур, который сейчас присутствует во многих абхазских семьях, мы должны знать, что это траур, самый высочайший траур, что в жизни человека может быть. Это траур по поводу героизма, это траур по поводу защиты Родины, это траур по тому, что высшим человеческим ценностям оказались служили эти ребята, которые погибли. И поэтому плач матери, плач сестры, плач бабушки сейчас, он должен быть сведен до минимума. Сейчас мы должны меньше плакать и мы должны больше гордиться теми героями, которые погибли. И поэтому я обращаюсь от теми 16 народов, тем, которые сегодня сейчас страдают. Мы должны с вами знать, что без этой платы Родину нам не спасти. И если Родина погибнет, то погибли мы все. В то время в эфире абхазского телевидения выходила передача «Вместе через беду», которая была посвящена добровольцам. То, что мартовское наступление посеяло страх и панику у грузинских военных, в интервью ведущей программы Ирине Агарба рассказал один из чеченских добровольцев. Позже в своей книге, посвященной грузино-абхазской войне, военный историк Валико Пачулия напишет, что судьбу мартовского наступления решила грузинская полиция. Ведь основная часть вражеских войск уже бежала, когда полиция, состоявшая из местных жителей, выдвинулась вперед и остановила панику. Мартовская операция была тщательно спланирована, так что же стало причиной больших потерь. Корреспонденты абхазского телевидения собрали уникальные материалы, находясь вместе с абхазскими бойцами на передовых позициях, доводя до населения новости о ситуации на фронте практически каждый день. К сожалению, за некоторые числа марта 1993 года в архиве нет данных. Анализируя исход мартовской операции, военный историк Валико Пачулия пишет об обстоятельствах, помешавшем реализации планов. Наступление должно было начаться в ночь с 14 на 15 марта. Однако установленный срок сигнала о начале операции не поступил. В итоге ее перенесли. Валико Пачулия пишет, что ее перенос сказался на боевом духе абхазских бойцов. У абхазской армии не было большого опыта, тяжело было докладывать точную обстановку. Ощущался острый недостаток средств связи и оружия. Историк пишет, что многие переходили реку без оружия, рассчитывая на трофейное. Кроме того, военной разведке не удалось до конца выяснить точное расположение огневых точек противника на Гумистинском фронте. Подвела и погода. Позже генерал-лейтенант Сосналеев скажет о мартовском и январском наступлениях, что в тех условиях главной задачей было отработать управление войсками в широкомасштабных операциях, нащупать сильные и слабые стороны превосходящего в силе противника. Именно благодаря приобретенному тогда боевому опыту удалось удачно провести последующую операцию по освобождению Сухума. Тот опыт, который был использован и в январской операции, и в мартовской, он был необходим. Несомненно, необходим, потому что вот так он приобретается, боевой опыт. И любая война, она строится не только из побед, но и из поражений, и победы. И мы из вот этих событий в середине марта извлекли серьезные выводы сделали, извлекли опыт богатый, что дало нам в последующем более успешно проводить и военные операции, и вообще бойцы нашей армии приобретали опыт боевой, необходимый. И именно его продемонстрировали уже в сентябре месяце, когда шла освободительная операция. Это все, все это вот создавало нашу армию, мы ведь ее создали в процессе войны, собственно говоря. И невозможно было ожидать, что она сразу станет такой опытной боевой армией. Но я помню за то, что в конце войны, когда американский журнал «Военное обозрение» назвал Абхазскую армию самой сильной в контактном бою, это на самом деле вызывало удивление, потому что для наступальной операции по таким канонам военным необходимо превосходство, как именно трехкратное, а то и пятикратное превосходство. Мы же наступали, имея не то, что преимущество перед обороняющимся, наоборот, обороняющихся грузинских войск было гораздо больше, чем наш наступательный потенциал. Но вот так это все происходило, все познавали на своем опыте. «Гумиста, гумиста, ты сегодня у всех на устах», – написала тогда 15-летняя школьница из Гудауты Таня Зонтария. На протяжении многих лет разговоры и размышления о неудачах и последствиях мартовской операции не смолкают. Мартовская операция вошла в историю как самое тяжелое наступление, однако именно после нее абхазская армия успешно реализовывала поставленные задачи. Ведь после мартовских событий грузинская армия ни разу не провела ни одной наступательной операции на Восточном и Гумистинском фронтах. Возможно ли было избежать мартовской операции, мартовского наступления? Избежать можно было, но избегая боевых действий, выиграть войну невозможно. Она нужна была, как я сказал, хотя бы для того, чтобы приобретался боевой опыт. Конечно, это печальный опыт, но ее необходим в войне. Возможно ли было избежать мартовской операции? Вопрос сложный. Но тогда стало ясно, что абхазский народ бесстрашен и пойдет на все для защиты своей родины и для того, чтобы над любимой обстановкой развивался абхазский флаг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok